Ну в этом году почему-то покрупней селитерная. Плескание рыбы на поверхности водной глади напоминает предсмертной агонии. Она уже не жилец, рассказывает рыбак со стажем Александр Дмитренко. Причем в этом году картина еще не столь удручающая, как в прошлом, когда полумертвая рыба буквально усеивала всю поверхность воды. Ну вот она на бок уже ложится, все в глубину не может уйти. Кузырь у нее раздувается внутри. Она так умрет. Так умирает она, все. Или чайки, или вороны съедят потом. Оказывается, причина такого странного поведения в селитерах – это ленточные черви. Попадая в организм рыбы, они нарушают работу плавательного пузыря, поэтому рыба просто не может нырнуть. Рассказывают, что очень много здесь, 80% где-то селитерная рыба. Это рыба, пораженная паразитом легуля. Это явление вполне обычное. Другой вопрос, что вспышки легулеза бывают. Как правило, в летний период человек может употреблять эту рыбу в пищу, но понятное дело, что любую рыбу нужно употреблять хорошо приготовленную. Опасения казанцев, которые не знакомы с селитером, связаны в первую очередь со страхом перед очередным в этом году мором рыбы. Впервые сообщения о массовой гибели рыбы на Казанке появились еще несколько дней назад, когда гуляющие жители заметили мертвые тела на берегу. Тогда оказалось, что в случившемся виноваты сети. Если бы даже, если бывают, дай бог, конечно, выпуски какие-то, что все-таки есть рыбы, которые более восприимчивы к химическому составу воды. Это, допустим, тот же судак, берш, карась. В мае этого года больше полутонны мертвой рыбы выбросило на берег на реке Меши. Тогда экспертов удивил тот факт, что все взятые анализы на пробу оказались в норме. А месяцем позже похожая ситуация произошла уже в Казани на озере Шанхай в Приволжском районе. Тогда рыбаки рассказали, что причиной смерти рыб могли стать выбросы опасных веществ с ближайшего предприятия. Артем Логвинов, Максим Зуйков, телеканал Эфир.